Мы не работаем, а служим ее величеству культуре. Лучших представителей школ искусств, домов культуры, библиотек, всех создателей и хранителей культуры чествовали в детской музыкальной школе искусств номер один. Накануне на предприятии Туркмаш отметили День матери. По решению администрации, прекрасной половине трудового коллектива было выплачено денежное вознаграждение в размере 150 рублей каждый. В микрорайоне Боровки строится детский сад на 240 мест. Работы ведутся за счет областного бюджета. Стоимость проекта более 7 миллионов рублей. В Барановичах, в микрорайоне Боровки, начато строительство первого в Беларуси храма в честь белорусской святой Блаженной Валентины Минской. Архиепископ Пинский и Лунинецкий Стефан совершили литургию и освящение камня в основании строящегося храма. Барановичские байкеры закрыли мотосезон 2018. Традиционным местом сбора стала площадка у Литового дворца. Здравствуйте, уважаемые телезрители! На телеканале Интекс итоговая информационная программа «Семь дней Барановичи». Во второе воскресенье октября в Беларуси отмечается День работников культуры, которых в нашей стране более 65 тысяч человек. Торжественное мероприятие, посвященное профессиональному празднику, состоялось накануне в детской музыкальной школе «Искусств-1». На нем побывала и наша съемочная группа. Профессиональный праздник работников культуры традиционно отмечается каждую осень. На торжественное мероприятие были приглашены десятки горожан, которые посвятили свою жизнь культуре и искусству. Сфера культуры очень многогранна. И в этот день в первой музыкальной школе собрались самые разнообразные ее представители. Певцы и артисты, музыканты и художники, музейные и библиотечные работники, руководители и участники танцевальных коллективов и хоров. Но всех, кто собрался в этом зале, конечно же, объединяет одно – творческая натура и любовь к искусству. Мы щиро ганаримся вашими досягнениями. За 9 месяцев этого года коллективы и особные выканавцы клубных установ и детских школ мастерства завоевали больше 200 узнагарод о конкурсах и фестивалях разного узровня. С их 34 – международные, на которых завоевана 51 узнагарода в 6 ступени, специальные призы и премии. Дипломами за высокопедагогичное мастерство и развитие национальных традиций музычного мастерства в Беларуси у международных, республиканских конкурсов и фестивалях были узнагароджены свыше 50 наставников и концерт-майстров. На мероприятии присутствовали представители всех учреждений культуры города. Теплые и искренние слова звучали в адрес людей, которые связали свою жизнь с творчеством и сценой. Поздравить работников культуры пришел заместитель председателя горосполкома Алексей Гарбус. Беспречно, каждая столовая культура города имеет значительные успехи и достижения. Первый год у всех ваших успехов занял бы очень много часов. Мы надеемся, что эту высокую планку с каждым годом вы будете поднимать у всего шеи, покарающие новые творческие вершины. Великий объем бягучих ремонтных работ выполнен в этом году в городском доме культуры, палаце культуры, детских хореографических школах, детских музыкальных школах МОВСТАВСТВА номер 1 и 3. У отповедности с комплексным планом развития города на 2018-2020 годы, в наступном годе мы пошлем реконструкцию городского дома культуры, створение новой экспозиции с ремонтом украизнавшим музеем, протягнем закупку обсталивания для проведения городских культурных мероприемств. Культура города Барановичи сильна своими традициями. Опыт старшего поколения бережно хранят и успешно принимают молодые кадры, дополняя его своим современным видением и энергией юности. Солисты, музыканты, художники достойно представляют наш город на областных, республиканских и международных конкурсах и фестивалях, становясь их лауреатами и дипломантами. Особное слово утячности хочу выказать ветеранам Галины, людям, которые пораннейшему застанутся в нашем строении. Вы энтузиасты своей справы, приклад того, с какой увагой нужно ставиться до любви справы. Дорогие представники творческой супольности, выказываю вам подяку за профессионализм, любовь до пригожиха и им к ней не передать эту любовь іншим. Нехай ваша отданность профессии, энергия, необыяковость, метанокерованность и надалей спрыяя развитию наибогатейшего культурного потенциалу нашего города. В этот день под аплодисменты присутствующих на праздничную сцену выходили представители учреждений культуры, которые со словами поздравлений и благодарности вручали грамоты Министерства культуры, областного и городского исполнительных комитетов, советов депутатов. Люди культуры – люди особые, вдохновленные, влюбленные в свою профессию. Для них культура – это не профессия, это стиль жизни. И поэтому накануне нашего праздника хочется пожелать всем работникам культуры вдохновения, крепкого-крепкого здоровья, замечательных новых звездных проектов, креативных идей. Пусть все у вас получится. Пусть искрометный юмор поддерживает вас каждый день, а с легкостью свершаются все ваши новые начинания. С профессиональным вас праздником! Культработник – это призвание, и каждое мероприятие они это доказывают. Всезначимые даты календаря представители данной сферы готовят для своих зрителей, и лишь раз в году организовывают праздник для себя. Благодаря терпению и упорству за достижение своих целей они добиваются успеха и признания. Накануне на предприятии Туркмаш отметили День матери. Для работниц была проведена акция парикмахерского искусства. Студенты Барановичского государственного профессионально-технического колледжа сферы обслуживания сделали женщинам стрижки, укладки и прически. Консультанты по здоровому питанию провели для сотрудниц вайлнес-тест. Мероприятия завершились торжественным концертом. По решению администрации, прекрасной половине трудового коллектива было выплачено денежное вознаграждение в размере 150 рублей каждой. 14 октября Беларусь отметит праздник самого важного человека в жизни каждого – День матери. Традиционно в Барановичах этому событию предшествует неделя матери с различными мероприятиями. На предприятиях нашего города чествуют мам. Накануне на заводе Туркмаш в адрес всех женщин звучали самые теплые и искренние пожелания. Для работниц была проведена акция парикмахерское искусство с участием студентов Барановичского государственного профессионально-технического колледжа сферы обслуживания. Стильные стрижки, укладки и прически не оставили равнодушными ни одну женщину. Девочки, которые получают профессию парикмахера, они причесывают, стригут работников предприятия, делают их красивыми. И сегодня, зная, что празднуют и чествуют женщин предприятия Туркмаша, и поэтому все женщины хотели бы быть красивыми, и мы им в этом помогаем. Впервые для женщин предприятия консультанты по здоровому питанию провели вайлнесс-тест. Организм сотрудниц проверили по девяти параметрам с индивидуальной расшифровкой и консультацией. Мы проводим мероприятие в честь Дня матери, тестирование организма по девяти параметрам. Это очень интересно, потому что влияет, конечно же, на хорошее самочувствие, внешний вид наших девчонок. Сегодня пришло более 30 девчонок, которые узнали, что это такое, остались довольны, и расшифровочки мы, конечно, им отдадим немножечко позже, где они поймут вообще, как нужно выглядеть и удерживать свой внешний вид красивый всю оставшуюся жизнь. Хочу поздравить всех женщин с Днем матери. Пусть всегда будут молоды, красивы и здоровы, самое главное. Яркой программой завершился праздничный концерт, подготовленный коллективом художественной самодеятельности Туркмаш совместно с творческими коллективами подшефной школы номер 10 и Барановичской городской организацией Белорусского общественного объединения ветеранов, посвященной обаятельным, трудолюбивым и самым талантливым мамам предприятия. В преддверии такого замечательного праздника, как День матери, хочется поздравить всех женщин, работниц нашего предприятия, с этим замечательным праздником. Прежде всего поблагодарить их за ту заботу, за нежность, за ласку, которую они дарят ежедневно своим детям. Хочется пожелать крепкого здоровья вам, вашим детям. Пусть в каждой семье царит мир, тепло, уют, достаток. Хотелось бы, чтобы ваши дети никогда вас не огорчали, всегда радовались своими успехами, своими достижениями. Ну а вы, мамы наши, почаще улыбайтесь. Пусть у вас всегда будет хорошее настроение. По решению администрации, ко Дню матери, прекрасной половине трудового коллектива, выплачено денежное вознаграждение в размере 150 рублей каждой. В микрорайоне Боровки строится детский сад на 240 мест. Работы ведутся за счет областного бюджета. Стоимость проекта более 7 миллионов рублей. Подробнее в следующем материале выпуска. В Барановичах полным ходом идет строительство нового детского сада в микрорайоне Боровки. Сегодня он нужен 857 микрорайона. Речь идет о потребности в детском саду шаговой доступности. Сегодня детские сады Барановичей готовы принять 100% малышей города. Мест достаточно. Дошкольное учреждение рассчитано на 240 мест. Работы ведутся за счет областного бюджета. На строительство планируется направить более 7 миллионов рублей. Сдача объекта в эксплуатацию запланирована на 2019 год. Детсад возведут по типовому проекту. В распоряжении воспитанников и педагогов будут бассейн, музыкально-спортивный зал. На территории учреждения обустроят несколько площадок для подвижных и развивающих игр – крытые веранды. Не случайно дошкольное учреждение появится именно в этом молодом микрорайоне. Боровки – быстро развивающийся микрорайон, где проживает около 20 тысяч человек. В основном это молодые многодетные семьи. Возведение детского сада шаговой доступности необходимо, поскольку это достаточно острый вопрос для местных жителей. Сейчас в Боровках действует один детский сад. Также дошколят принимают учреждения образования близлежащих микрорайонов. В ближайшие годы в этом микрорайоне появится и новая школа. Ее строительство намечено на 2019-2020 годы. Объект внесен в перспективный план социально-экономического развития Барановичей. Учреждение среднего образования рассчитано на 1200 мест. Предполагается, что школа будет трехэтажной. В следующем году строители должны приступить к работе. В микрорайоне Боровки начато строительство первого в Беларуси храма в честь белорусской святой Блаженной Валентины Минской. Архиепископинский и лунинецкий Стефан совершил литургию и освящение камня в основании строящегося храма. Напомним, принять участие в строительстве может каждая. Финансовая поддержка, стройматериалы и техника. Любая помощь будет значима. Строительство первого в Беларуси храма в честь белорусской святой Блаженной Валентины Минской начато в Барановичах. Разместится еще одно украшение нашего города в микрорайоне Боровки. Жизнь Блаженной Валентины Минской была нелегкой. В 33 года тяжелая болезнь приковала ее к постели. Но дверь ее дома все эти годы были распахнуты для людей. Даже перед тем, как покинуть этот мир, она повторяла «После моей смерти приходите ко мне на могилку, как живой, и я буду вам помогать». В 2006 году синодом Белорусской Православной Церкви было принято решение о ее канонизации и причисление к лику месточтимых белорусских святых. И сегодня к месту покоения святой Валентины Минской в Держинском районе Минской области не иссякает поток паломников. Неудивительно, что храм именно в честь этой святой будет возведен в нашем городе. Накануне архиепископ Пинский Илунецкий Стефан совершил литургию и освящение камня в основании строящегося храма в Боровках. На строительной площадке владыку встретили многочисленные представители православной общины. По окончании церемонии архиепископ произнес речь, поздравляя всех присутствующих с долгожданным событием. Уже в скором будущем будут возведены стены еще одной колыбели духовно-культурного развития жителей нашего города. А пока на месте будущего храма с ноября 2015 года действует временный небольшой вагончик. Напомним, принять участие в строительстве может каждый. Финансовая поддержка, стройматериалы и техника. Любая помощь будет значима. В войсковой части 7404 прошла божественная литургия, посвященная 15-летию со дня освящения храма-часовни и торжественный ритуал вручения соединению Харугви Иоанна Война. Событие собрало в церкви личный состав части представителей руководства Министерства внутренних дел и прихожан. Храм-часовня, расположенный на территории войсковой части 7404, отметил 15-летие со дня освящения. Божественную литургию, посвященную этому событию, провел архиепископ Пинский и Лунинецкий Стефан. Именно в этот день особенным событием стал торжественный ритуал вручения Харугви Иоанна Война – символа доблести и чести. Харугви – это религиозное знамя. Находясь в одном строю с боевыми знаменами, оно сопровождало воинов в походах против врага, укрепляло их веру в победу, освящало оружие в бою. Поэтому так важно, чтобы сегодня рядом с воинскими знаменами стояли священные церковные Харугви с изображением святых, которые будут воодушевлять на смелые подвиги. По завершению молитвы, владыка Стефан сердечно поздравил личный состав соединения, представителей руководства Министерства внутренних дел и прихожан с замечательным событием. С этого момента на войсковую часть будет распространяться божественное покровительство. Напомним, 20 мая 2002 года с благословения святейшего патриарха Московского и всея Руси Алексея II был заложен первый камень в строительство храма-часовни. В 2003 году состоялся чин освящения и божественная литургия, которую совершил митрополит Минский Исуцкий Филарет, патриарший экзарх всея Беларуси. И вот уже 15 лет в часовне проводится регулярное богослужение. Здесь же благословляют военнослужащих на родную службу, совершают обряды крещения и причастия. В Беларуси остро стоят проблемы самовольного строительства. Самовольное строительство жилых домов, производственных, хозяйственных и иных строений влечет наложение штрафа в размере от 20 до 50 базовых величин. На индивидуального предпринимателя от 20 до 100, а на юридическое лицо до 500 базовых величин. Так, за 2017 год управлением архитектуры Барановичского госполкома по фактам самовольного строительства составлено 109 протоколов об административных правонарушениях за истекший период 68. Возведение домов, сараев, гаражей или дач – распространенное явление. Но есть ли уверенность в том, что все это имеет право на существование? Самовольное строительство – так можно характеризовать деятельность лица по созданию или изменению недвижимого имущества без получения необходимых разрешений на строительство, без проектной документации. По Барановичам насчитывается больше сотни таких сооружений. Судьба такого самостроя может быть различной. Его могут узаконить, либо хозяина принудить к сносу или приведению в изначальное состояние. Возможно наложение штрафа. За 2017 год местным исполнительным комитетом принято решение по факту самовольного строительства 231 решение. За истекший период 2018 года 103 решения. То есть, некоторое строение принято в эксплуатацию, некоторым дано разрешение разработать проектную документацию для последующей ввода в эксплуатацию объектов самовольного строительства. Нужно помнить, сколько бы сил и времени не было потрачено на укладку кирпича, заливку фундамента, если постройка подпадает под определение самовольное строительство, она принадлежит государству. Ее нельзя будет продать или сдать в аренду. Проводить электричество, газ и канализацию также запрещено. Для того, чтобы узаконить постройку, необходимо обратиться в местный исполком. Комиссия в составе сотрудников управления ЖКХ, архитектуры и землеустроительной службы, представители ГОВД, МЧС и санэпидемстанции примут решение. Для того, чтобы исключить, искоренить из практики самовольного строительства, призываем всех лиц, независимо от форм, собственности, граждан, в установленном порядке обращаться в местный исполнительный орган за получением всей необходимой разрешительной документации, изготовлением проектной документации, которая, в свою очередь, подтвердит безопасную для жизни и здоровья людей дальнейшую эксплуатацию объекта, что, в свою очередь, исключит такое негативное последствие, как, скажем так, привлечение к административной ответственности. Чтобы узаконить постройку, понадобится заявление на признание права собственности, заключение по надежности несущей способности и устойчивости конструкции, копия решения суда о признании права собственности – документ, подтверждающий право на владение земельным участком. Комиссия рассматривает документы в течение месяца со дня их получения. В Барановичах проходит месячник по благоустройству, озеленению и наведению порядка. Трудовая акция продлится до 1 ноября. Планируется убрать тротуары, зеленую прибордюрную зону, гаражные массивы, а также подъезды, подвалы и закрепленные за предприятиями территории. Для мониторинга создана специальная рабочая группа. В рамках инициативы наша съемочная группа решила узнать у горожан, насколько чисто в микрорайонах, в которых они проживают. В военном городке проживаю. Ну, более-менее чисто, не хотел бы сказать. Потому что там все-таки университет, дворники свои имеются, поэтому порядок проводится. Все нормально. Проживаем на улице Тельмана. Все нормально, только нет детских площадок. Я проживаю около Полесского вокзала. Все хватает, все чисто, аккуратно. Единственное, дороги, конечно, в частном секторе хотелось бы получше, чтобы были. Вот колодом они не убирают. Колодом они убирают уже к которому пору. По советской. Вот этот, где банк. Я не знаю, какой банк. И вот наш дом. Там охрана. Я живу на улице Парковой. Ну, относительно, я скажу, благоустройство идет в последнее время на неплохом уровне. Что-то делается, видно. А так как периодически бывает, выезжаешь из города, через некоторое время приезжаешь, конечно, все заметно. Наводится. Видно, что наши службы работают. Я думаю, что у нас везде чисто, в любом микрорайоне. Но я в частном секторе проживаю, в районе Полесского вокзала. Мне кажется, у нас везде хорошо, везде в порядок, везде чисто. В южном микрорайоне я живу, но более-менее чистый порядок, с порядком смотрят. Ну, хотелось бы, конечно, было лучше. Особенно около 21-й школы. Очень порядочно. Спасибо людям, которые это делают. Мы выживаем на южном, достаточно чистый район. Все классно. Ну, как-то я не замечала, чтобы у нас было особо много мусора. Всегда убирают дворники, подметают дворы. Чисто. Все хорошо. Чистота, парадок в городе. Аккуратно, красиво. В городе красивый, короче. Убирают. Убирают. Посили вот недавно, скосили траву. Все аккуратно. Ну, красиво. Ну, мне нравится. Такие у парадочек, аккуратненько. Даже листики эти собирают. Очень даже нравится. Здесь моя сестра, и здесь мой сын проживает. Я вот часто приезжаю тут. И внуки, и все довольные этим городом. Я проживаю на промышленной, но там на данный момент ничего чистого нет. Там идут ремонты у нас, благоустройство делают. В районе депо. Но там не чисто. Там дороги плохие. По переулкам, по улицам. Мусор хорошо убирают. Каждый понедельник ездят и убирают. На цистильном. Я даже не знаю. Старые дома только единственный недостаток. Маленькие квартиры. А так все аккуратно, хорошо. В микрорайоне северный, но переезжаем уже на Боровки. Вроде и там, и там чисто. Все аккуратно. Я из Калышевской области, город Омбинск. А там на электростанции? Первые там. Так что я там 61 год прожил. Всегда в гости приветствую товарищи. Очень хорошо, как у нас. У нас тоже в городе чисто, хорошо. И у вас тоже очень чисто. Классно просто, чисто. Была машинка такая, что у нас машинка такая, убирает мусор. Жик, подгребают. А потом видят еще... Ну, уборщики у нас хорошо тоже убирают. К новостям спорта. В прошедшие выходные в спортивном комплексе «Атлант» стартовал восьмой сезон любительской лиги футзала города Барановичи. Стартовые игры получились весьма зрелищными и порадовали болельщиков обилием голов. В новом сезоне любительской лиги футзала города Барановичи примут участие 16 команд. Кроме дружин из Барановичей, бороться за звание сильнейших будут команды из Ляховичей, Ляховичского района, Ганцевичи, Несвежа и Клецкого района. Стартовые игры получились весьма зрелищными и порадовали болельщиков обилием голов. В матче открытия студенты одержали уверенную победу над «Динамо» 16-2. Самым нерезультативным, но интересным был матч «Белпромтрейдинг» Сибры, который завершился ничьей 2-2. В матче Виктория Барановича и Виктория Несвеж сильнее оказались барановичские футзалисты и отпраздновали итоговую победу со счетом 4-1. В поединке БЗСП «Блик» счет 4-2. «Кола» не оставил никаких шансов, КБФК «Барановичи» и победил с крупным счетом 13-1. Адреналин выигнерал у автопарка со счетом 5-3. Приятно, что количество команд увеличивается из года в год. И в этом году у нас будет 16 команд. Добавились представители Минской области. Я думаю, что они привнесут что-то интересное свое в наш турнир. Поэтому хотелось бы, пользуясь случаем, пригласить всех любителей футзала, болельщиков, приходить на матчи. Все игры будут проходить в спортивном комплексе «Атлант» по субботам и воскресеньям. В субботу после 18 вечера, в воскресенье после 17. Так что милости просим на футзал и всем успехом! Все матчи турнира будут проходить по выходным дням в спорткомплексе «Атлант». Матчи следующего тура пройдут в ближайший уикенд. Календарь игр доступен на официальном сайте лиги футзалбай.бай Барановичские байкеры закрыли мотосезон 2018. Традиционным местом сбора стала стоянка у Ледового дворца. Закрыть сезон собралось более сотни владельцев мотоциклов из Барановича и других уголков Беларуси. Мероприятие сопровождалось конкурсами и показательными выступлениями по маневрированию на мотоциклах. Рев моторов, дым из-под колес и киловатт из звука. Барановичские байкеры закрыли мотосезон 2018. Сотни любителей прокатиться с ветерком собрались на стоянке у Ледового дворца. География растет с каждым годом. В мероприятии приняли участие не только местные байкеры, но и владельцы железных коней со всех уголков Беларуси. Для большинства мотоциклистов мотопраздник – это в первую очередь встреча с единомышленниками, с любителями скорости и драйва. Традиционно ежегодно проводим мероприятие, посвященное как закрытию, так и открытию мотосезона. Клуб уже давно это мероприятие проводит. Цель данной акции – это сообщить о том, что мы все-таки мотоциклисты есть. И в данной ситуации сезон подходит к концу. Мы сообщаем об этом, но в случае теплой погоды мы все равно, конечно, катаемся и продолжаем наше движение по улицам города. Байк – это образ жизни, поэтому истинные байкеры придерживаются уже десятки лет неизменного стиля – кожаная куртка, перчатки и брюки. В день закрытия все они собрались сжечь резину и удивлять публику опасными трюками. По традиции праздник сопровождали сотрудники госавтоинспекции. Сезон прошел очень хорошо. Были интересные взлеты. Лида, Баранович и Брест. Вообще неплохой год. Очень много прибавилось байкеров. Это так приятно видеть. Очень много молодых. Но самое основное – был неплохой год из-за того, что не пострадали наши ребята. Это говорит, наверное, о том, что поднимается мастерство людей. И поэтому дружба, замовыручка – это, наверное, самое главное стоит. Как признаются владельцы железных коней, погода в этом году не особо баловала. Поэтому ясных дней ждал каждый, кому хоть раз посчастливилось управлять этим транспортом. Сезон путешествий под открытым небом завершен. Очередной рев моторов можно будет услышать с наступлением весны. Это были главные события уходящей недели. О том, что принесут нам следующие 7 дней, мы расскажем вам ровно через неделю. Всего вам доброго. До свидания.